Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Аминь. На нашем сайте, вот здесь вот, это наш сайт, есть справа колонка 55 папок из книг моих, которые открытым оком называются, 4124 ответа. Вопрос, это сохранившиеся. Если у меня тут написано проповеди, ну там допустим 1300 проповедей, то их было может 5000. Это то, что сохранилось, когда стали записывать. Вот помогали другие, записывали, сохранили. И стихотворения, вот столько есть, это те, которые помогли сохранить. Сколько где-то в газетах встреча свое стихотворение, бывают какие-то журналы выпускают даже, так и фотографии. Уже забытые, их не было, и видишь, выходит брошюра с нашими фотографиями. И вот это сейчас мы начинаем озвучивать. Как оно будет выглядеть, какие-то советы будут. Вот дело такое, что мне считать, четыре причины есть, которые не позволяют по-прежнему считать. Зрение, считаю это глазами, со зрением очень плохо. Второе, слух должен быть хороший. Третье, произношение хорошее, а тут еще беззубый рот-то шепелявит. Ну и четвертое, у меня бронхи были, в тюрьме меня испортили, должно быть дыхание хорошее. Ну, просят, так надо. Вот вопрос мне задавать, теперь мы меняемся. Никита будет вопрос задавать, а ответ пространный буду пока считать сам, пока не упаду. Давай. Никита, считай вопрос. Вопрос 463. Это означает, так он в открытом окне, в книгах под таким номером идет. Имел ли дьявол в виду под царствами только царство страстей, или подразумевается и царства земные, владычество над государствами? Если да, то кто же все-таки дает власть над земными царствами, дьявол или Бог? Вот так. Отвечаю. Матфея, 4 глава. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славы их. И говорит ему, все это дам тебе, сейчас я выделю, чтобы мне легче было считать тогда. Все это дам тебе, если ты, если поклонишься мне, даже не вижу, какие буквы здесь. Тогда Иисус говорит ему, отойди от меня сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи. Ну и считаем мы об этом у руки. И сказал ему дьявол, тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее. Тут два варианта. Два. Первое. Это слова сатаны, а он есть лжеца, отец лжи. Верить ему никак нельзя, он хвостун и демагог, как наши депутаты. Власть над царствами, попускает Бог, и об этом свидетельствует вся Библия. Вся. Кому он решил дать Саула убрать от власти и прочее. Ну и все. Следующий вопрос, коротенький, еще беру. Вопрос 464. Вы говорили, что бесы боятся крестного знамения, как огня. В церкви, в храме, все непрерывно совершают крестное знамение. Что же, они не боятся бесы-то? Вот, действительно. Ответы, это ответы, которые я давал в университетах, на радио, в милиции, в воинских частях, где вопросы задавали после моего выступления. Еще не ясно, или крестным знамением запечатывают в себе бесов, не дают им выйти, как у Яна Новгородского, в рукомойнике, или ограждаются от бесов, чтобы не вошли в них. Бес боится не просто крестного знамения, ибо им пользуются все колдуны и преступники, но боится чистой жизни при крестном знамении, истинной веры и искренней любви к Богу. А это-то как раз так трудно найти, тем более в храмах. Давно ходящие в храмы преисполнены диким снобизмом по отношению ко всем. Им уже ничего не нужно. Они знают, в кавычках, все ходы и выходы бесовской силы. Они сами лечат, калечат, колдует, привораживает и проделывает прочие бесовские манипуляции. И священники не могут про это не знать. Только не подумайте, что это худо так у других-то, а вот в Покровском или в Никольском храмах в Барнауле-то еще можно терпеть-то. Тут-то положение еще аховее, еще печальнее, ибо столько лет натравлен народ против истины, а это прекрасная питательная среда для всех чертей и демонов, кикимор и леших, домовых и тысяч, тысяч суеверий и мракобесий, самого настоящего и неизлечимого. Тут центр, средоточие, бездны духовной грязи и суисловия. Когда два священника в Вознесенском храме города Прунзе покаялись перед народом, обратились к Богу после встречи, у нас были встречи, беседовали, прося у народа прощения за свое небрежение в служении, создатели, отец Владимир Святков, отец Игумер Леон, Леонид Грошев, то они стали по-настоящему исповедовать своих прихожан. И выяснилось, что почти все занимаются волхвованием. Священники стали принимать на исповедь только в том случае, если их подопечено обещали и выполняли свое обещание принести все свои лечебные инструкции. И наносили им, и высота этих книг и руководствий была, быть может, более метра от пола. А вот Деяния апостолов было. В Деяниях апостолов это хорошо показано. Вот я сейчас покажу это. «Многие же из уверовавших приходили из поведы, открывая дела свои. А из занимавшихся щародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их. И оказалось, их на 50 тысяч драхм с такой силой возрастало и возмогало слово Господне». Тут интересно. Вот цену смотрели, а цена, как правило, на другой стороне, и кто-то записывал, так нельзя было запомнить. Сожгли 100 книг, ну как сложить? Это математика. И с такой силой возрастало, возмогало слово. Как возрастало? В людях. Отражалось. А если они это не приносят, оно слово Божие не имеет силы. Люди не отдают свои эти колдовские тетрадки, там где пишут. И сожгли это, и прекратили вообще причащать священники. А только молились и кропили водой святой. И только на последние, кажется, недели по-новому стали исповедовать Великий пост. И с полным покаянием в этих бесовских лечениях исповедавшихся и покаявшихся стали принимать и допускать до причастия. Это еще не все. У этой истории есть и продолжение, но об этом в другом месте. Вопрос. 465-е. Мне до сих пор непонятно, есть ли бесы среди людей на земле или нет. Говорили, что они связаны и в то же время в житиях святых они снова присутствуют. Так же и с дьяволом. Говорится, что он связан и запечатан. Но как же он может присутствовать за богослужением, толкать людей на грех? И совсем непонятно, как он может быть отпущен на малое время перед концом света. Это вот непонятно. Надо соглашаться. Не понимай, не понимай, но согласись, что так и будет. Так. Слово связан не означает уничтожен, но лишен силы. Надо доказать, что я говорю. Где? Евреям. 2.14. А как дети причастны плоти и крови, то и он, Христос, так же воспринял ломное. Через Деву Марию тело и плоть получил. Дабы смертью лишить силы, не уничтожить, заметьте, лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. И Матфея 12.29. Или как может, кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, свяжет. То есть речь идет о преисподней, откуда Господь вывел души. И тогда расхитить дом его. Матфея 12.29. Вот два местописания говорят, что он не уничтожен. Домом сильного назван этот мир и преисподнее. Вещами названы люди, души, людей. Если сатана не связан, как учат сектанты, иеретики, тогда Христос никого не спас, ни на земле, ни в преисподней. А такая мысль будет кощунственной. Почему? А вот почему. 1 Иоанна 3.8. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Если это Христос, то мы с этим разом должны признать, что он разрушил. А если не разрушил, то его миссия была не выполнена. Это был не Христос. О том, что связанные падшие ангелы, бесы и демоны, есть неоднократные свидетельства Слова Божия. Иуда, апостол Иуда, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, в узах, в цепях, под мраком на суд великого дня. И так же об этом говорит апостол Петр в втором послании 24. Ибо если Бога ангелов согрешивших не пощадил, но связав узами адского мрака, знаете, какие цепи, узы адского мрака, то есть темнотой связывает еще, предал в листе на суде наказания, кому предал, что не говорится. Связал. И откровение 20 глава. И выявил ангел, исходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана. Три названия. Дракон, змея древний, дьявол и сатана. И сковал его, сковал на тысячу лет. И не сдверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прещал уже народы, доколе не окончится тысяча лет. После же сего ему должно быть освобождено на малое время. Вот тебе малое время. Это как раз и говорится о трех столовых годах. Здесь ангелом назван Христос. Вот что важно. Почему, когда Иоанн поклонился, он поклонился ангелу, думая, что это Бог. Так как только в виде ангела сам Господь являлся. И поэтому это нельзя делать. Тысячи лет это время евангельской проповеди. Малое время, три с половиной года при антихристе. Печать это крестная сила Голгофского креста. Я поясняю. А суде же, что князь мира сего осужден. И тут почему-то сегодня дьявол и бесы связаны и побеждается постом у молитвы, избавя нас от лукавого. Дьявол подобен рыкающему льву на длинной цепи и имеет власть над теми, кто приближается к нему сам добровольно. Трезвитесь, бодрствуйте. Потому что противник вождя выходит как рыкающий лев ища кого поглотить. Христос дал силу на борьбу и победу над темными духами зла. Марка 16-17 Уверовавшись, будут сопровождать сии знамения. Имени мои будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками. Ныне ему дается определенная сфера на земле и в воздухе с весьма ограниченными правами, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе. Духа, действующая ныне в сынах противления. То есть и связан и действует. Присутствие дьявола на богослужениях видно из жития Антония Великого и Макария Александрийского 17-го и 19-го января. Ну вот все коротко отвечу.